Вторая книга Моисеева. Исход. Глава двадцать девятая. Теперь о том, что должен ты сделать для них, чтобы осветить их, дабы стали они священниками и служили мне. Позаботься о том, чтобы были у тебя на тот час и бычок, и два барана, без изъяна какого. У тебя должен быть пресный хлеб и лепешки пресные из теста, замешанного на оливковом масле, а также коржи пресные, помазанные оливковым маслом. Испеки их из лучшей пшеничной муки и положи в одну корзину, чтобы в нужное время они могли быть отданы мне, как и бычок и два барана. Когда приведешь ко входу в шатер откровения Аарона с сыновьями, то соверши над ними обряд омовения. Потом возьми приготовленные одежды и облачи Аарона в хитон, в ризу, что под эфод надевается, и в сам эфод. Возложи сверху нагрудник и припаяшь Аарона поясом эфода. Надень на голову его тюрбан, которому прикрепи диадему священную. Возьми затем елей и, возлив на голову Аарона, соверши помазание. А потом вели сыновьям его подойти к тебе. Их тоже облачив хитоны, припаяшь их как Аарона, так и сыновей его. Повяжи им высокие головные повязки, и священническое служение станет их правом и обязанностью навеки. Так возведешь ты в священники Аарона и сыновей его. Распорядись о том, чтобы к шатру откровения привели бычка, на голову которого возложат руки Аарон и его сыновья. После этого ты заколешь бычка пред Господом у входа в шатер откровения, и, взяв немного его крови, пальцем своим помажешь рога жертвенника, а остальную кровь выльешь к подножию жертвенника. Затем отдели весь жир, которым покрыты внутренности, сними сальник, который на печени, обе почки и жир, что на них, и в дым обрати на жертвеннике. Мясо бычка, шкуру его и все остальные внутренности с их нечистотами сожги за станом, ибо то жертва за грех. Сделав сие, приведи одного барана, и после того, как Аарон с сыновьями возложит руки свои на голову этого животного, заколи его, и кровью его окропи жертвенник со всех сторон. Рассеки барана на части, и, вымыв его внутренности и голени, положи их поверх его головы и остальных частей. Сожги, в дым обрати всего барана на жертвеннике. Это будет всесожжением Господу, благоуханием отрадным, полностью на огне сжигаемой жертвой Господу. Вслед за тем, подведи второго барана, и после того, как Аарон и сыновья его и в этот раз возложат руки на его голову, заколи его. И, взяв немного его крови, помаж ею Аарону и его сыновьям мочку правого уха, а также большие пальцы правых рук их и правых ног. Оставшейся кровью окропи жертвенник со всех сторон. Возьми немного крови с жертвенника и немного елея помазания, и окропи ими Аарона и одежды его, а с ним и сыновей его и их одежды. Так будут освящены и Аарон, и его сыновья, и их одежды. Вынь из заколотого барана весь жир, курдюк и тот жир, коим покрыты внутренности. Сальник вынь, что на печени, обе почки вместе с жиром на них и правое бедро барана, поскольку этот баран предназначен для обряда постановления восвященства. А из той корзины с пресным хлебом, что поместил ты перед Господом, возьми один круглый хлеб, одну лепешку из теста, замешанного на оливковом масле, и один корж. Положи все это на руки Аарону и сыновьям его, и вместе с ними подними вверх, как приношение, возносимое перед Господом. Затем прими дары эти из рук их и в дым обрати на жертвенники вместе со всесожжением для благоухания Господу отрадного. Это дар Господу. Грудь барана, предназначенного для обряда постановления Ааронова священства, подними вверх, как приношение, возносимое перед Господом. То будет дар тебе. Твоя доля. Отдели, как святыню, такие части жертвы, при посвящении, принесенной для Аарона и его сыновей. Грудь барана, что была поднята, как приношение возносимое, и его же бедро, что было в дар преподнесено. И по установлению на все времена данному, эти части будут постоянной долей Аарона и сыновей его, как дар сынов Израилевых. И это должно быть их приношением Господу, от тех благодарственных жертв, с коими они пред Ним предстают. Что до священных одежд Аарона, они после него достанутся сыновьям его, чтобы в них же помазывать потомков его и поставлять во священство. Священник, поставленный вместо него из его же сыновей, тот, кому предстоит в будущем входить в шатер откровения для служения во святилище, должен облачаться в эти одежды семь первых дней при своем посвящении. Мясо барана, предназначенного для обряда постановления во священство, грудь и бедро его вари на святом месте во дворе скиньи. Аарону и сыновьям его положено есть это мясо и хлеб, что остается в корзине, у входа в шатер откровения. Они должны есть сии дары. Через оные восстановилось их единение с Богом, чтобы смогли они принять служение и посвящение. Никому другому не позволено того есть. Это святыня. Если останется что-нибудь до утра от мяса или хлеба, приготовленного для обряда поставления, остаток тот придай огню. Есть того уже нельзя, ибо это святыня. Сделай же все это для Аарона и сыновей его, как я повелел тебе. Семь дней должен продолжаться обряд их посвящения, поставления на служение. В каждый из тех дней закалывай бычка в жертву за грех, дабы восстановить их единение с Богом. И жертвенник ты должен очищать той же самой жертвой за грех, готовя его к святому служению на нем. При этом не упускай помазание жертвенника, тем самым освящая его. Все семь дней тебе надо будет готовить жертвенник к святому служению на нем и совершать его посвящение, и станет он святыней великой. Тогда все, что не коснется его, осветится. И вот, что ты будешь возлагать на этот жертвенник. Двух годовалых ягнят изо дня в день, постоянно, одного ягненка приноси в жертву утром, другого вечером, перед наступлением темноты. Возлагая на жертвенник первого ягненка, принеси в жертву и десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина елея чистого, из маслин выжатого, и четверть гина вина для возлияния на жертвенник. Другого же ягненка приноси вечером, вместе с таким же хлебным даром и возлиянием, как и утром, дабы это было благоуханием отрадным, полностью на огне сжигаемой жертвой Господу. Отныне, всегда, из поколения в поколение, должно совершаться такое всесожжение пред Господом у входа в шатер откровения, где буду открываться вам, чтобы говорить с вами. Я буду там в общении с сынами Израэлевыми, и осветиться место сие присутствием моим. И буду я освящать шатер откровения и жертвенник, и Аарона с сыновьями его освящать, чтобы они, как священники, служили мне. Буду пребывать среди сынов Израэлевых, и буду их Богом. И убедятся они, что я Господь, Бог их, Который вывел их из Египта, чтобы быть с ними. Я Господь, Бог их. Глава 30. А что до дальнейшего устройства святилища, то ты сделай еще и жертвенник курения благоуханного из акации, изготовь его. Квадратным он должен быть, локоть в одну и в другую сторону, высота в два. Рога жертвенника должны составлять с ним одно целое. Чистым золотом обложи весь жертвенник, и вверх его, и стенки, и упомянутые рога тоже. По всему верхнему краю жертвенника сделай литой обвод узорчатый из золота. Под ним, под обводом этим, с двух сторон жертвенника укрепи по два кольца из золота, то будут гнезда для шестов, на которых можно будет переносить жертвенник. Шесты тоже сделай из акации, и покрой их с золотом. Установи этот жертвенник перед завесой, за которой находится ковчег со скрижалями закона. Установи прямо напротив золотого покрова примирения, стоящего над скрижалями, где я буду в общении с тобой. Вот на нем и будет Аарон воскурять благовоние. Каждый раз, когда станет он приводить в порядок светильники, по утрам, когда осматривает их, и вечерами, когда проверяет, горят ли они, каждый раз он должен воскурять благовоние. Да не прекращается никогда это приношение благовонное перед Господом во всех ваших поколениях. Но пусть же не возносятся на этом жертвенники, никакое другое курение, ни от всесожжения, ни от хлебного приношения, и возлияние никаких на жертвенники этом не совершаете. Над рогами жертвенника один раз в год должен совершать Аарон обряд, дающий возможность людям восстанавливать свое единение с Богом. Такое ежегодное служение для восстановления сего единения надлежит совершать из поколения в поколение, используя кровь жертвы за грех. Это великая святыня Господня. Господь сказал Моисею, когда будешь проводить перепись сынов израилевых, пусть при пересчете каждый даст за себя Господу выкуп, тогда не постигнет его при переписи никакое несчастье. С каждого приходящего на перепись причитается половина шекеля серебра, того шекеля, что в святилище имеют хождение, двадцать гер в том шекеле. Эти пол шекеля Господу приношения. Всякому приходящему на перепись, если двадцать лет ему или больше, надлежит делать это приношение для Господа. Богатый не обязан давать больше, но и бедный не может дать меньше, чем пол шекеля, как выкуп за себя Господу принесенный. Принимая это серебро выкупа у сыновей Израилевых, употребляй его только на служение в шатре откровения. И тогда здесь, перед Господом, это послужит напоминанием для сынов Израилевых о выкупе, внесенном за их жизнь. Продолжая давать указания о скинии и служения при ней, Господь сказал Моисею, сосуд для омовения в виде чаши большой сделай из меди и под него медную же подставку. Установи его между шатром откровения и жертвенником во дворе, наполнив водою. И пусть Аарон и сыновья его омывают руки и ноги свои той водой. Они должны делать это всякий раз перед тем, как входить в шатер откровения, дабы не погибнуть. Точно так же, когда предстоит им приблизиться к жертвеннику для совершения богослужения, обратить в дым в огне сжигаемую жертву Господу, и тогда должны омывать они руки и ноги свои, чтобы не умереть им. Да будет это установлением для них, Аарона и потомков его во всех поколениях на все времена. И еще сказал Господь Моисею, возьми благовоний самых лучших, текучей Миры пятьсот шекелей, душистой корицы половину того двести пятьдесят, тростника ароматного двести пятьдесят, кассии пятьсот шекелей в шекелях священных и один гин елея. И как искусный составитель благовоний это делает, ты приготовь из всего этого особый состав для священного помазания. Это и будет священный елей для помазания, коим помажешь и шатер откровения, и ковчег со скрижалями закона, и стол со всеми его принадлежностями, также и светильник всей его части, помаж и жертвенник курения благоуханного, как и жертвенник для всесожжений со всеми его принадлежностями, и сосуд для омовения вместе с подставкой. Когда осветишь все это, станет оно великой святыней, и все, что коснется сего, осветится. Аарона и сыновей его непременно помажь, посвяти их, чтобы они, став священниками, служили мне. А сынам Израилевым скажи, что елей священного помазания елей Господень, и таковым пребудет во всех ваших поколениях. Им нельзя помазывать людей, не причастных к священнодействию, и не должны вы делать для себя ничего подобного этому составу. Это святыня, святыней и должно оно быть для вас. Если же сделает кто подобный состав и помажет им непосвященного, такой да будет исторгнут из народа своего. К всему прибавил Господь, сказав Моисею, возьми и других еще благовоний, Натафа, Шехелета, душистого халвана и чистого ладана, поровну всего возьми и изготовь ароматическую смесь для воскурений, как это делает искусный составитель благовоний. Состав этот должен быть и смешанным с солью, и чистым, и священным. Приготовленное тобой истолки мелко и клади для воскурения перед ковчегом со скрижалями закона в шатре откровения, куда я буду звать тебя для общения. Благовония эти должны быть святыней великой для вас. Для себя таких благовоний никогда не делайте. Вы должны считать это посвященным Господу. Если же кто сделает такое для своего усложнения, да будет исторгнут из народа своего. Псалтырь. Псалом сороковой. Руководителю хора. Псалом Давида. Блажен тот, кто о слабом и бедном помнит. В день бедствия спасет его Господь, защитит его Господь, сохранит жизнь ему. Счастливым будут звать его на земле. Бога просить будут, не отдавая его на произвол врагам. Господь и на одре болезни его поддержит. Боже, ты постель его все сделаешь для него мягкой. А что до меня, я говорю, сжалься надо мной, Господи, исцели меня, ибо против тебя согрешил я. Со злобой враги мои рассуждают обо мне. Когда он умрет, когда о нем вспоминать перестанут. Если приходит кто меня навестить, говорит пустое, такие все худое слагают в уме своем, и, выйдя от меня, о том рассказывают повсюду. Все ненавидящие меня друг с другом перешептываются обо мне, и, приписывая мне наихудшее, говорят, дела его плохи, он слег, и больше ему не встать. Даже друг мой, которому я доверял, тот, что ел хлеб мой, восстал на меня. Жалься надо мной, Господи, дай подняться мне, чтобы смог я воздать им, и тогда узнаю, что я угоден тебе, что не восторжествуют надо мной враги мои. А меня ты хранишь в чистоте моей, и даешь мне вовек пред тобой пребывать. Слава Господу, Богу Израиля вовеки веков. Аминь. Да, аминь. Деяния апостолов Глава двенадцатая В те дни царь Ирод начал жестоко преследовать некоторых членов церкви. Так он обезглавил Иакова, брата Иоанна. Увидев, что этим он угодил иудеям, Ирод приказал схватить и Петра. Это было во время праздника пресных хлебов. Схватив Петра, он заточил его в темницу, поручив стеречь его воинам четырем сменам из четырех человек в каждой, намереваясь после Пасхи судить его принародно. Пока Петра держали в темнице, церковь усердно молилась за него Богу. Ночью, накануне того дня, когда Ирод собирался вывести его к народу, Петр спал между двумя воинами, скованной двумя цепями, и стража у дверей охраняла темницу. Внезапно явился ангел Господень, и свет озарил темницу. Ангел, растолкав Петра, разбудил его, говоря, «Вставай скорее!» и цепи упали с его рук. Ангел сказал ему, «Повяжись поясом и надень сандалии свои». Он так и сделал. Тогда ангел сказал ему, «Набрось свой плащ и следуй за мной». Петр вышел из темницы и следовал за ним, не понимая, что все, совершаемое ангелом, наяву происходит. Он думал, что это видение. Миновав первый и второй сторожевые посты, они подошли к железным воротам, ведущим в город, и те сами отворились перед ними. Они вышли через эти ворота, и как только прошли одну улицу, ангел внезапно исчез. Придя в себя, Петр сказал, «Теперь я точно знаю, что Господь послал ангела своего и избавил меня от рук Ирода и от всего, чего ожидал народ иудейский». Когда он понял это, то пошел прямо к дому Марии, матери Иоанна, называемого также Марком. Многие собрались там и молились. Когда Петр постучал в ворота, на стук его вышла служанка по имени Рода. Узнав голос Петра, она так обрадовалась, что даже не открыв ему, вбежала в дом объявить, что Петр стоит у ворот. «В своем ли ты уме?» сказали ей в ответ. «Но она стояла на своем». Тогда ей возразили «Это, наверное, его ангел». А тем временем Петр продолжал стучать. Отворив калитку, они увидели его и изумились. Он же, сделав им знак рукой, чтобы успокоились, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. Затем он попросил «Сообщите об этом Иакову и братьям». Покинув этот дом, он пошел в другое место. Когда же наступило утро, воины пришли в большое смятение. Они не могли понять, что случилось. Где Петр? Ирод приказал разыскать его. И никогда его не нашли, Ирод, допросив тех, кто стерег темницу, велел казнить их. После этих событий Ирод отправился из Иудеи в Кесарию, чтобы пожить там. В то время он был сильно разгневан на жителей Тира и Седона. А они, договорившись между собой, явились к нему и склонив на свою сторону управляющего царским двором власта, просили мира, так как область их во всем, что касалось продовольствия, зависела от царской. В назначенный день Ирод, надев царские одежды, воссел на троне и обратился к собравшимся. Народ же в угоду ему восклицал, «Это не человек, говорит, а Бог». И тотчас поразил Ирода ангел господень за то, что не воздал тот славы Богу. Он умер, изъеденный червями. А весть Божия продолжала распространяться, и ее последователей становилось все больше. Варнава же и Савл, выполнив порученное им дело, вернулись в Иерусалим, взяв с собой Иоанна, называемого также Марком.